Привет друзья! В сегодняшнем видеоролике покажу свои очередные плюшечки, которые приобрел для гриндера удачного. Вот я его имею ввиду. Ну конечно да, тут некоторые вещи можно использовать только с гриндером удачным, а некоторые можно использовать и на других станках. Давайте коротко посмотрим, что здесь, а потом уже один из инструментов покажу в работе, так как все одновременно показывают в одном видеоролике, не вижу смысла, ролик затягивается и многие его просто не досматривают до конца. Смотрите, всегда приходит вот такой купончик на 1000 рублей. Есть здесь конечно приписка, что это при покупке от суммы на 5000 рублей. Действует он не так долго. Я сто процентов за это время ничего не успею купить, но если у кого прокатит получить такую скидку, вот пожалуйста, можете ей воспользоваться. Ну кто первый, тот и съел, как говорится. Ну теперь по порядку, светильник для гриндера, насадка для зачистки труб, вторая насадка для зачистки труб. Ну так как ими пользоваться лучше парой. Можно и одну использовать, но чтобы правильно ими пользоваться надо все-таки приобретать две. Скоро будут делать из труб поручни, спускаться в подвал, чтобы за что-то держаться, спускаясь по крутым ступенькам. Вот это у меня там очень хорошо пригодится, потому что трубы у меня купленные в металлоломе. Да, они там чуть-чуть ржавчиной покрыты. Вот такой есть магнит для сварки и вот такой электронный приборчик. Это электронный прибор для измерения углов. Ну вернее, это такой уклономер. Паспорта здесь нет, да и вряд ли он был бы на русском языке. Поэтому сейчас вместе давайте разберемся, какие кнопки для чего, как он работает, как его применять. Ну если кто не в курсе, да? То есть в первом видеоролике будет обзор на вот этот уклономер. У меня уже есть опыт. Работаю практически с таким же прибором, вот только немного в ином исполнении. Они очень похожи. Здесь, правда, корпус до раза толще. Но это из-за того, что здесь две батареечки мизинчиковых в питании используются по полтора вольта. То есть прибор потребляет 3 вольта. Здесь же, смотрите, вот под такие элементы питания батарейки в комплекте не шли. Я методом научного тыка нашел, что здесь батареечка вот такая, 20-32 вот такая таблетка. Запускаем ее вниз. Ну смотрите, здесь очень глубокое такое отверстие. Такое впечатление, что должно быть две батарейки. Вставляем и второе. Прибор заработал. Ну то есть он работает от двух батареек. В общей сложности на 6 вольт. Уже разница как бы в приборах есть. Дальше, смотрите, еще. В чем, в чем еще разница? Сейчас я выключу, чтобы батарейки не сажать. Вот этот явно помощнее примагничивается, чем вот этот. Этот чуть слабее как будто бы. Ну и есть существенная разница. Здесь корпус пластиковый, два неодимовых магнитика стоят. Они стоят в небольших углублениях. Вот когда работаешь с металлом, это очень неудобно. Вот тогда какая-то стружечка набивается и ты пытаешься поставить, он может немножечко обманывать в показаниях, так как там какая-то феня может скапливаться, поэтому ее регулярно приходится протирать. Здесь же гладкая поверхность. Смахнул рукой, все, ничего нету. И он опять готов к работе. Зачем мне два? Спросите вы. Ну смотрите, у меня мастерская на первом этаже и на втором. Один прибор держать как бы и бегать туда-сюда по лестнице в 63 года, это ну не есть хорошо. Тем более мне лестница еще не очень удобная. Поэтому логично было приобрести и второй прибор. К тому же смотрите, вот например, вот мне часто теперь приходится выставлять тут градусы, изготавливая отрезцы для токарки по дереву. Как-то в предыдущем ролике показывал, как я вырезал сюда вот эту пластинку. Если использовать вот этот прибор, я вот его видите, я его ставлю, он все время сползает на магнитик. По центру поставить невозможно. Либо он по центру не держится, падает, либо сползает. Показания при этом немножко разнятся. Ну что, что? Ну обнулил же я, да? Вот так. Вот так ставим. Видите? Вот так ставим. Уже немножко другая цифра. Ну то есть это неудобно и это тебя всегда слегка подбешивает. Поэтому для таких вещей вот этот прибор не подходит. Ну к тому же вот этот размер, он знаете, он немного медленный. Ты уже там какие-то градусы сделал и он спустя только какое-то время устаканивается и начинает показывать то, что уже и должен показывать. Так здесь, смотрите, мы лишены этого недостатка. Что так поставь? Что так поставь? Видите? Что по центру? Всегда одни и те же показания. Так, чтобы не провоцировать вот это качание, давайте теперь без этой железки проверяем. Включаем, обнуляем и можно теперь проводить замеры. При этом вот обратите внимание, что вот на старом здесь только маленькая стрелочка, в очках даже плохо видно, ну то есть для нолей вот куда она там стрелка показывает, в какую сторону надо наклонять с этой стороны или в эту. Здесь же производитель пошел дальше. Мы видим по краям такую бегущую строку. Чем ближе к нолю, тем кубики уходят, 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 уходят. И когда нолики уже, видите, вот эти дорожки полностью не видны. При этом, на мой взгляд, вот этот прибор более чувствительный. Ну то есть быстрее реагирует. Вот я его только наклоняю, он сразу начинает меняться, меняться, меняться циферки. Ставлю сразу ноль. Вот здесь же немножко иначе. Давайте тоже обновим. А смотрите, вот начинаю наклонять, а цифры еще продолжают бежать. Вот так, наверное, будет правильнее. Ставим. А циферки еще бегут. Вот здесь ставим. Сразу показывает, сколько уклон. Вот этот медленнее чуть. Поэтому, когда на циркулярку его ставлю и пильный диск начинаешь наклонять, надо очень медленно его наклонять. Потому что показания не успевают за наклоном диска. К этому можно привыкнуть. Да, это, скорее всего, не критично. Но если цена одинакова, почему тогда не выбрать тот, что лучше? Согласитесь. По-моему, это логично. Далее по кнопкам. Здесь, смотрите, три кнопки, а здесь четыре. У этой кнопочки двойное назначение. Здесь можно переключить как на градусы, уклон мерить в градусах, так и в процентах. Вот так. Вот переключили на проценты. С процентами всегда не так удобно. Поэтому я этой функцией никогда не пользуюсь. Сдобавок тут, смотрите, еще что можно. Вот. Показания какие-то снял. И можно это, это показали просто оставить. Делать это одной кнопкой, ну, вообще неудобно. К тому же, вот это значение. Вообще не вижу смысла, когда это использовать. Ни разу в жизни не пригодилось. Здесь же эти функции разнесены на две клавиши. Включили. Сейчас у нас градусы. Нажали. Вот у нас проценты. Назад это опять градусы. Ну да, и опять заморозить эту кнопку тоже можно. Видите? Как ни наклоняй, всегда одна и та же цифра. Повторюсь. Где это применить? Я не знаю. Мне это никогда не пригождалось. Ну и давайте теперь посмотрим в работе. В работе, естественно, покажу только вот этот прибор. Вот этот гриндер у меня стоит на втором этаже. И вот дан у меня для заточки резцов. Вот скребочки. У меня они заточены. Вот 75 градусов. Ну, один там есть и 80. И вот когда это делать без какого-то шаблончика либо без вот этого прибора, приходится что делать? Приставить. В прошлый раз, на сколько градусов затачивали, настолько же повернул, закрепил, поставил наждачку и затачиваешь. Сколько тут градусов? Ну, бывает уже не принципиально. В варианте же, когда применяем прибор, все намного упрощается. Ставим на пластинку керамер-гаранита. Да, он тут не примагнитится никаким образом. Ну, а на спутнике примагнитится. Там ведь железка без керам-гаранита. Обновляем показатели. Переставляем. И по показаниям по приборам. Ставим 220-ю наждачку. Когда у меня будет не вот это временное место, а уже тумбочка. Да, тут просто отверстие нужно просверлить. Поставил рядом со столом, ну, рядом с отверстием, ножичку. Вот двумя руками удобно. Надел тут все. По одной рукой не кочей ряжется. И раз! Она должна нырять туда, в отверстие. Ну, фрезерный стол, я для этого дырявить не буду. Пусть так она просто лежит. На трехсотой наждачке буквально пару движений. 320-ю сюда ставим. Там еле заметный заусенчик, который появляется после 320-й наждачки. Уже выравнивать здесь наждачки не буду. Смотрите. Ну, вот о чем я говорил. Когда каждый раз на глазок все выставляешь, видите, каждый раз небольшой новый угол. Ну, это лишнее стачивается просто на резце. И наждачка больше портится. Вот теперь всегда будет четко по прибору. 75 градусов. Мне кажется, это более правильный вариант. Ну, давайте, для закрепления материала вот такой резец. Это вишенки. Этот обязательно нужно сначала 220-й. пройти. Конечно, если бы здесь были углы фиксированные, ну, как на Роберте Сорби, это бы существенно облегчало. Ну, а когда они фиксированные, вот прибор нам помогает в этом. Убираем заусенчик. Ровненько, чистенько. Все, уже вот этот заусенчик не убираю. Поверхность после 320-й наждачки, смотрите, прям полированная. У меня еще есть 400-я. ну, не вижу смысла извращаться. Вот так, по-моему, в самый раз. я часто еще и на кожаном кругу довожу, но не каждый раз. На этом, пожалуй, видео буду заканчивать. Как работает этот прибор на моем фрезерном станке, я уже показывал. Теперь вы у меня часто будете его видеть в видеороликах. Ссылку на данный уклономер приведу в описании. Ну, и постараюсь добавить ссылочку на сам Гриндер Удачный, который до сих пор можно по моему промокоду купить со скидкой. Ну, и как говорит Тимофей Баженов, это не все, что я знаю про данный уклономер, но сегодня решил поделиться с вами только вот этими знаниями, да. Ну, а теперь всем пока. До новых встреч.